Всем привет, дорогие друзья! Долго не виделись, давно не виделись, но как давно? Все же относительно, да? Мы же не целый год не виделись, а виделись буквально на прошлой неделе. Сегодня я хочу приготовить очень простое блюдо, но в то же время очень вкусное, потому что появилась молодая капуста и появились уже молодые овощи, которые, ну, начало сезона, и мы имеем возможность получить более качественный продукт, нежели мы имеем это все зимой. Так вот, сегодня я буду тушить капусту с картошкой. Традиционный домашний рецепт, самый что ни на есть, вкусный, удивительный, и самое главное, я расскажу о нем так, чтобы вы при минимуме затрат получили максимум удовольствия. Вот, со всеми лайфхаками, нюансами и рассказом про то, как, чего и зачем. У меня есть картофель, морковь, лук. Самый первый важный элемент. Картофель и все овощи должны быть нарезаны крупно, потому что блюдо будет тушеное, а когда мы говорим о длительном приготовлении тепловом, ну, как длительном, не в месяц же делаем, да? Но я имею в виду тушение, то всегда нужно резать так, чтобы ингредиенты оставались крупные, не разваливались, не превращались в кашу. Если вы нарежете картофель мелко, то в процессе прогревания он начнет разрушаться, не успев, скажем, у вас остальные ингредиенты будут еще не готовы, а картофель уже начнет превращаться в пюре. Слава богу, в этом варианте мы не будем его мешать, и он будет сам по себе находиться без движения, но все равно нужно резать крупно. Морковь режу чуть мельче. Почему? Потому что морковь имеет очень плотную структуру, и нам нужно, чтобы морковь приготовилась одинаково с картофелью. Я сказал про молодые овощи, да? У молодых овощей ярче, насыщенней вкус, больше сока, потому что, несмотря на то, что вроде бы и все они хранятся совершенно прекрасно всю зиму, и морковка та же самая, но возьмите на рынке морковь зимнюю, и возьмите и морковь летнюю, вы поймете, в чем отличие. Морковь все равно я режу такими более-менее крупными кусочками, и отправляю. Давайте, будем делать все в разных посудинах. Лук. Лук режу кубиком. Вот для лука не важна крупная нарезка. Больше того, я скажу, что люди, которые, знаете, бывают, ну, едят лук, но не фанаты лука, они могут не оценить крупную нарезку лука, потому что это же не маринад для шашлыка. Здесь должно быть все сделано так, чтобы лук потерял свой объем и стал гораздо мельче, чем вот он есть у нас сейчас. Без всякого пафоса. Аккуратно режем, следим за пальцами, чтобы у нас ничего не порезалось. Так, теперь лук я отправляю в самый низ. И что делаю? Правильно. Я ему даю вкус. Вкус мы даем с помощью нашего супергаджета. Лук сладкий. Видите, сразу начинает краешки подгорать. Почему? Потому что есть большое количество сахара внутри лука, и вот именно сахар и горит. Так, лук готов. Жечь его совсем не надо долго. Значит, сюда я добавляю растительное масло. Да, небольшое количество. И добавляю сюда сливочное масло. Для того, чтобы у нас вкус был ярче. Ну и растительное масло не будет давать ему гореть. Хотя, в принципе, здесь гореть и нечем. То есть, здесь примерно где-то 20 граммов. На это количество будет достаточно, потому что у нас еще мясные ингредиенты довольно жирные. Только не забывайте, масло кладем после того, как обожгли лук. Иначе, не дай бог, масло полохнет от горелки. Брови себе обожжете, а я буду виноват. Масло есть, лук есть. Теперь сюда отправляем морковь. Потому что морковь у нас твердая составляющая. И, соответственно, ближе к металлу, ко дну, она как раз будет давать, во-первых, хороший аромат, во-вторых, быстрее будет готовиться. Как только морковь и лук у нас определились на самом дне, я сюда добавляю черный перец. чтобы все ароматы поднимались вверх, когда будет испаряться влага и сок, соответственно. Чуточку добавляю чили, перца и обязательно соль. Так. Аккуратно, у меня соль крупная, она такая не очень соленая. У меня тут хвостик где-то валялся живого чили перца. Я его тоже буду использовать. Обязательно, если вы что-то режете и у вас остается, у вас должна быть такая чашечка, вот, например, смотрите, у меня половинка помидора, да, здесь остается? Осталось от вчерашнего приготовления чеснок у меня всегда лежит, чтобы у вас было под рукой какие-то отходы, которые вы потом можете использовать в добавлении в различные блюда. Ничего не выкидывайте, это можно, конечно, держать в холодильнике, если вдруг вы там этот помидор собираетесь использовать через несколько дней. Но у меня все здесь, я в течение там каждого дня не даю им там засыхать, использую как есть. Картофель. Картофель я высыпаю вот сюда, сверху на лук и морковь. Если лук не обжигать, его, конечно, вы спросите, ну, можно же было поджарить. Это дополнительная сковородка, которую вы все ругаете меня, что они у меня грязные, так у меня газ. Я пытался уже отмывать, не хочу я отмывать их, и даже не заставляйте меня. Кому не нравится. Сорян. Дальше самое важное. Вот, чтобы картошка стала вкусной, нужно сюда добавить копчушку. У меня здесь есть ребра, я их нарезал. добавляю ребра, свинные. Если у вас есть своя коптильня дома, и вы коптите говяжьи ребра, вы можете это делать с говяжьими ребрами. Ну и опять же, мясная составляющая же, да, обязательно должна быть в таком прекрасном блюде. Еще у меня есть грудинка. Она с жирком. Все вот эти ингредиенты уже готовы. Ну, вы понимаете, что они там с температурой коптились, и, конечно же, они уже вареные. То есть, их не нужно варить там адское количество времени. Но при всем при этом, вот этот вкус копчения и вкус мяса, он, конечно, сделает блюдо более активным, и вкусным. А потом вот эта вот грудинка, здесь жира не так много, он тут белый, но это, видите, это тут мясо. Вот это мясо, а жирок вот здесь только под кожицей. Это все растушится, растомится. Вот это будет, конечно, потом, знаете, будете доставать, а тут это все будет разваливаться. Это будет, конечно, очень-очень вкусно и, самое главное, красиво. То есть, я застилаю тут дырочки, которые есть у меня, между ребрами, я застилаю грудинкой. Большое количество не надо, иначе у вас будет тушеное мясо, да, мы хотим все-таки, чтобы это были тушеные овощи. Значит, сюда добавляю чили перчик и обязательно лавровый лист. Нет, я его сюда не буду добавлять. Я сюда добавлю парочку зубчиков чеснока, нарежу их крупно, просто разбросаю. картошку я уже не солю, потому что соль от мяса перейдет к картошке, в ней нить посолили, этого будет достаточно. Дальше у меня идет капуста. Капуста молодая, видите, зеленого цвета, не белая, а именно молодая зеленая. В начале ее нужно помыть, ну, это понятно. Я убираю листья. Раз лист. Ну, смотрите, здесь, в общем, какие листья у вас есть внешние. Чаще всего их выбрасывают, но я их выбрасывать не буду. Почему молодая капуста? Если зимний период и у вас нет молодой капусты, хотя сейчас уже в Россию возят молодую капусту, она растет в теплицах и зимой также ее можно найти. Молодая капуста готовится очень быстро, в отличие от старой. Посмотрим сейчас. Если вот этого будет недостаточно, тогда я добавлю еще. Капусту я режу так же, как картошку, кубиком. Ну, во-первых, кто меня смотрит, знают, мой, так сказать, главный постулат. Еду должно быть удобно есть. Поэтому, конечно, вы можете на свое усмотрение нашинковать ее соломой, она потом будет висеть и падать с ложки. Я все-таки рекомендую делать это всегда кубиком, на борщ и так далее. Теперь я капусту выкладываю сверху на мясо. Вот смотрите, важный элемент. Мясо можно было бы, наверняка, некоторые специалисты, гастрономы, повара и так далее, зададут вопрос, а почему же мясо не вниз? Например, в некоторых блюдах в ребра выкладываются на самое дно, для того, чтобы не подгорали овощи. Здесь у меня мясо находится между капустой и картошкой. Мало того, что капуста будет насыщаться мясным вкусом, и картошка будет насыщаться мясным вкусом. А уже все доп. ингредиенты, морковь и лук, они лежат снизу и пусть себе лежат. Так, лавровый лист. Лавровый лист я кладу вот сюда и вот сюда. Все ровно придавливаю. Ну и, наверное, я еще немножко капусты все-таки добавлю. Потому что все овощи у нас уменьшатся потом. Не смотрите, что получается гора. Все овощи потом упадут вниз и ничего страшного не будет. Мишкина каша не получится. Мне понадобится еще помощь вот этих двух баночек. Значит, смесь перцев. Потом обязательно чили, перчик у меня здесь вместе с солью. Если у вас есть травки, муравки, кавказские, французские, все сюда. Теперь остатки чеснока. Чеснок молодой. Прямо аж светится. Все это рассыпаю. Вот теперь сюда. У меня здесь, видите, наверняка вы уже там с самого начала ролика и кто-то уже написал комментарий наверняка. Зачем шелуха от чеснока? Она мягкая. И когда вы чистите молодой чеснок, эта шелуха имеет аромат чеснока. Чего не скажешь о зимнем, например, о сухих шкурках, которые, конечно, я выбрасываю. Вот эти шкурки я не выбрасываю, а кладу сверху. Пусть они здесь поварятся, пусть они дадут нам дополнительный аромат. И вот теперь вот эти внешние листья капусты. Ими я укрываю овощи. Создаю крышку, чтобы та влага, которая находится, и тот сок, который дадут овощи, не выходил наружу. То есть максимально запечатать для того, чтобы, знаете, все осталось внутри. Это очень-очень важно. Поэтому вот три листочка капусты у меня здесь будет достаточно. Вот так. Смотрите. Все. Чуть-чуть-чуть-чуть. Буквально, наверное, 50 миллилитров, 100. Тут остатки у меня, видите, водички. Вниз даю, для того, чтобы у нас в процессе прогревания ничего не пригорело. Это очень важно. Теперь я это ставлю все на огонь. И начинаю слушать. То есть мне нужно, чтобы там зашкварчало, чтобы масло растопилось, чтобы вода нагрелась и начался процесс испарения, для того, чтобы влага уже пошла-пошла-пошла наверх, а вот уже начинает шкварчать. Не шкварчать, кипеть. То есть мне кастрюлю надо разогреть, потому что я могу, конечно, ее поставить в духовку и забыть про нее, как я и сделаю. Но мне нужно дать первый старт, как бы волшебный пинок. Да, все, закипело. Теперь нужно взять полотенце. Горячо тут. И я ставлю кастрюлю в духовку. Ставим таймер обязательно. Поставлю его на 40 минут. Вот так. Ну, смотрите, что произошло. Да, какая гора была, все уселось. Листочки верхние, как крышечка, подгорели немножко, но они нам, в принципе, и не нужны. Если вдруг у вас в самом начале начинает гореть лист, и вы понимаете, что это прям гарь, можете сюда просто бросить такой листочек фольги, для того, чтобы изолировать от прямого жара. В общем, главное, чтобы тут черноты никакой не было, иначе будет такой запах гари. Теперь листочки нужно все убрать. Аромат. хороший. Ну, и то, смотрите, видите, нижние листья совсем так. Вот эти листья я выкидываю в мусор. Они мне не нужны. Ну, и заодно, заодно как раз у меня чеснок. Идет вслед за листьями. И лаврушка идет тоже сюда же. Теперь я все это выкладываю в тарелочку. Да, запах копчения, конечно, вот отсюда пахнет вообще-то шашлыком, честному признаюсь. Смотрим. Да, картошка полностью приготовилась. Видите, разломывается. Ну, и морковка, соответственно, тоже. О, шикарно. и ребрышка. Давайте достанем какой-нибудь здесь. О, вот так. Это все растушенное, но при всем этом, как я и говорил в самом начале, это блюдо совершенно летнее. То есть, у него даже вот вкус, вид такой свежий, красивый, классный. От чего хочется добавить сметаны. ложку с краю кидаю и обязательно зелень. Давайте вот сюда. Вот так вот. Все. не горячее. С молодой капустой получается очень хорошо. Если вы будете использовать старую, дайте хотя бы час постоять. А так вкусы все обменялись. Все мягкое. Остринка, как я люблю. Ребра готовы. блюдо получилось конечно очень аппетитное. Мне понравилось. Я уверен, что и вам понравится. Поэтому сложность тут вообще нулевая. Человек, который не умеет готовить вовсе, сможет приготовить это с легкостью. поэтому обязательно используйте этот рецепт. Удивите своих друзей, близких. Так просто. Само готовится, стоит в духовке или печи там. Потом на выходе совершенно удивительный результат. Низкий поклон, приятного аппетита. Обязательно подписывайтесь, делайте репосты, мне это полезно, а вам не составит большого труда. Кнопочку нажавить. До новых встреч, дорогие друзья. До новых встреч,